Я себя полным идиотом, хотя долго пытался его убить, присутствую на презентации книги, которой в этом году исполняется 25 лет. Как вы знаете, я сейчас вообще занимаюсь не психотерапией. Нет, взял шинель, пошел, ушел. Психотерапией не занимаюсь. Я занимаюсь мышлением, я занимаюсь нейронауками, я пытаюсь понять, как наши с вами слабые мозги способны производить хоть какую-то интеллектуальную деятельность, и можно ли это дело хоть как-то спотенцировать. Поэтому, конечно, на предыдущих встречах я здесь рассказывал про красную таблетку, про чертоги разума, про троицу, про мышление, системные исследования и так далее. Потому что это сейчас самая актуальная вещь. Потому что все стремительно глупеют, потому что все страдают, кажется, зависимостью. Вы же ложитесь спать с телефоном и просыпаетесь с телефоном. И в любой свободный момент, что вы делаете, вы залезаете в телефон. Значит, это патология, да, значит, вот в июле этого года Всемирная организация здравоохранения, у нее есть официальные диагнозы, у них есть так называемая международная классификация болезней. Она пересматривается в разные периоды, там, как правило, десятилетия проходит. Вот предыдущая была классификация, она, кстати, вступила в силу где-то, мне кажется, в 2000-м году. Вот, видите, 18 лет продержалась, значит, МКБ-10. Вот, а сейчас они объявили, что готовят, значит, МКБ-11, в которую войдет, что? Цифровая зависимость, да, вот, как болезнь, потому что от нее происходит атрофия коркового вещества нашего головного мозга, от нее происходит, собственно говоря, глупость, так сказать, наразающая. Не видите, но у некоторых просто от ужаса глаза расширились, вот вы сейчас сказали атрофию коркового. Да, я вижу в зале несколько человек, которые, что? Да, до 10%, значит, мы считаем, что вот этот уровень, если на 10% падает, то, соответственно, уже есть физиологическое последствие цифровой зависимости. Наши же клеточки, они живут, они друг с другом общаются и связывают с нервными окончаниями. Собственно говоря, эти нервные окончания составляют основную массу мозга. Вот, если вы пользуетесь гаджетами и бесконечно сидите и тупо листаете ленты, и непонятно, зачем вы это делаете, вы просто, информация работает на вход, она входит, так же выходит, чтобы вы помнили, что вы там смотрели на прошлой неделе. Что-то я сомневаюсь. Да, вот, соответственно, нервные связи не устанавливаются, и дефицит этих нервных связей приводит к тому, что количество вообще, в принципе, вот этого серверного пространства, коры нашего волнового мозга, которые просчитывают имеющуюся у нее информацию, битые информации, да, вот, само серверное пространство сжимается, и мы становимся просто глупее. Вот, так что, да, и я-то вот все беспокоюсь про это, чтобы мы, как бы, что-то сохранили, потому что сейчас же будет Четвертая мировая война. Вот у меня выйдет книжка. Значит, почему? Потому что, конечно, то, что касается технологий искусственного интеллекта, обучения бигдата, машинного обучения там и так далее, вот, они, конечно, уже способны творить чудеса, мы ждем только технологического прорыва, потому что Рей Курцвейл сформулировал закон ускоряющейся отдачи, это самый точный прогнозист на появление любых новых технологий. В чем суть закона ускоряющейся отдачи? Суть состоит в том, что технологии растут параллельно, растут, растут, вот, представьте, у вас, например, растут технологии, технологии работы с большими данными. Но пока мощность системы недостаточная, а потом они изобретают квантовый компьютер, и скорость, мощность сразу на порядок возрастает. И вы представляете, вот то, что вы научили работать с большими данными, ваш искусственный интеллект, он вдруг получает движок в сто раз, в тысячу раз больше. И он сразу, понимаете, все данные может обсчитать и про вас все сказать. И сдать вас куда надо, чтобы вы тоже не баловались. Вот, вы шутите, а в Китае так и не делают. В Китае уже все, в три провинции уже полностью ввели эту систему, там установлены везде камеры, за вами следят, что вы в интернете делаете. Там же фарбол, и все посчитали, что вы в интернете делаете, да, вам баллы начисляют. Если вы 12 баллов набрали, там 12 баллов, что я сказал, все, вам страховку дадут подешевле, медицинскую, кредит дадут на хороших условиях. А набрали один, вам скажут спасибо, собирайте, увольняйте с работы. Понимаете, почему? А как вы оценку ставите? Никто не знает. Ну вот смотрят, не на те сайты пошел. Понимаете, там мусор кинул, а сейчас по лицу их всех определяют? У нас тоже можно скоро быть. Но у нас уже сейчас можно, но пока просто не поставили такого. И по лицу определили, перешел на дорогу ненужном месте, и ха-ха-ха-ха, тун-тун-тун, тебе тут посчитали, и все. Дальше приходишь за страховкой, тебе говорят, медицинскую, поликлинику, тебе говорят, плохо ведешь себя, лечить не будем, или за деньги большие. Вот, да, в общем, короче говоря, все это идет на наши технологии мощные, могут рвануть, а мы-то тупее, да, у нас же телевизоры, гаджеты, все. Детей вообще, с самого раннего возраста, вместо соски, за лицовку и давай. Вот, поэтому я за это беспокоюсь. И я с этим работаю, как терапевт. Ну, психиатров бывших не бывает, как вы понимаете, наше дело такое. Вот, да, и, соответственно, тогда я написал книжки про другое. Вот книжки, сейчас ли по собственному желанию, сейчас уже переизданы, законы мозга, «Убить иллюзии» и так далее, там, целые серии, и они дальше будут переиздаваться. Это книжки, которые я писал, будучи человеком, о психологическом состоянии. Потому что было время, когда мы же все страдали от чего? От тревоги, от всякой депрессии, от всякого переутомления. Сейчас все это прошло. Почему? Потому что, если у вас тревога, вы что делаете? Берете гаджет. И там, раз, 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 или там, затупить в сериальчик. То есть, сели и затупили, и как будто бы тревогу сняли. У нас сейчас деморфоз, по-научному, знаете, изменения, как бы, внешнего вида и, как бы, вот этой структуры в психических расстройствах. Как проявляются депрессии? Депрессии проявляются тем, что люди играют в компьютерные игры. Что такое компьютерная игра? Ты садишься, включил, и дальше тебя волочат. Что-то происходит, ты должен принимать какие-то действия, претешение, там, и так далее. Отберите вот такого человека компьютерную игру, он вам что скажет? Ничего хорошего. Ничего хорошего, да? Может, это убивает вас. Такое бывает, кстати, я вам должен сказать. Тут надо аккуратно. Почему? Потому что это единственный способ справиться с внутренней тревогой, с депрессией, с внутренней какой-то вот опустошенностью, там, и так далее. И мы не понимаем, что вот эта вся цифровая стильта стала аддикцией. То есть мы нашли раньше, я в парнях был, стресс, 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 а потом в субботу в увольнении, и все снимают стресс. То есть в повалку. Сняли стресс, пришли, протрезвели, пришли нас, может, было. Раньше алкоголь снимал стресс. И помните, это же алкоголизм был прямо там в невероятных количествах. Сейчас у них все как-то слабо, ну, как, у молодежи такого нет. Но у них какая есть зависимость теперь? Цифровая. Цифровая. То же самое эффект, снимает стресс. И вот теперь мне говорят, а как же вот бороться с цифровой зависимостью? Я говорю, а как вы можете бороться? Вот у человека не хватает инсулина, у него диабет. Да вот. И болитесь с ним, чтобы он не принимал инсулин. Ну, долго у вас получилась борьба? Нет. Стал гаджет, цифровая среда, стала нашим антидепрессантом, противотревожным средством, успокаивающим, ласкающим. Просто там, он же там вам лайки поставит, там что-то напишут, там социальный контакт. С кем этот человек разговаривает в своем инстаграме? Люди, ну что, там фразу написал, все, о-о-о, у них разговор, да? Тут живешь человеком 10 лет, обнаруживающий сюрпризы, да? А они тут одной фразой поменялись и решили, что у них социальная дискуссия произошла. Все чушь, все внутри башки ерунда. Вот, да, и значит, получается, что вся наша цифровая штука, вот эти все социальные сети, новостные ленты, сети, сериалы и прочие, стали выполнять роль такого успокаивающего, снижающего тревогу. Вот так прямо, знаете, засыпают с телефона, смотрят, сериал включат, о-о-о, или ютуб можно, о-о-о, а он там закончился ролик, там следующий запускается, можно вообще ничего. Идет, ну что, вот так все, и там заснул, так проснулся, что, да? Вот, погружаются в цифровой сумрак, в сумрак, да. Вот, но это спасение. И теперь мы не можем у человека отобрать то, чем он лечится, не дав ничего взамен. И я вам, нужно сказать, что это большой проблемой. А раньше заставить людей, чтобы они занимались психопрофилактикой, профилактировали у себя наличие тревоги, депрессии и прочих всяких расстройств, сложно было. Ты ему говоришь, ну что ты давай, мы хоть упражнение делаем какое-то, там, хоть бы там здесь и сейчас, там, как-то расслабимся, может, там еще что-то. Куча есть способов психопрофилактики. А он говорит, лень. А теперь, знаете, у него есть такая конфета в виде гаджета, такая просто, как наркотик. Если у человека забрать гаджет, это южные корейцы выяснили в Севульском университете, клали в один томограф наркоманов, а других гаджетозависимых. И проверяли, можно ли найти отличия, когда одним показывают наркотик, а другим показывают телефончик. Нету отличий ни на биохимическом уровне, ни на уровне тех центров, которые активизируются. Точно так же тревога возникает, страх, давайте немедленно, боже, боже, все до тряски. Так, мозг одинаковый наркоман. И сейчас еще сложнее, то есть нужно отобрать конфету и говорить, давайте мы теперь будем психопрофилактикой. Я только что ругал Китай, что там, видите, брав человека, и все это делают. А я могу похвалить его сейчас. Пока наши думают, чтобы ввести цифровую зависимость, в Китае в 2008 году сказали, есть такая болезнь. Помните, новости же слушают, кто-то кого-то убил там за что-то, да, вот это, вот умер, да, а там игроманы в памперсах играют. Ну, потому что там же это, и чтобы ты ничего не сбежал, чтобы, вот, с поля боя-то, если, и входят в памперсы взрослые мужики. Вот, да, их таких, с памперсами, их, значит, берут и отправляют в них вот такие гослагеря. Просто такой лагерь, спортивно-военный, они там в форме все одинаковые, их туда отправляют, лишают всех телефонов, и там зарядочка, как бы сказать, общественно полезный труд, и так далее, и так далее. Вот метод лечения, до чего докатились. А мы все туда идем, где-то, представьте, сейчас виртуальную реальность сделают, вот так, оденете очки, и смотрите все, что хотите. Хоть порнография, это очень многих заинтересует, вам нужно сказать. В этом индустрия просто работает в первую очередь, да, мощно. Ну, ладно, я про все не буду рассказывать, там много нюансов. А вот, а может быть, что вы научите, что база данных будет, в любом видео, вы что-нибудь говорите, и вам это сразу показывают. Как в сказке. Хочу там быть, вам так раз сюда показывают. Не надо ждать пока, по дискаверирую что-то покажут. Просто говорите, хочу то, хочу это, хочу там. А потом еще игра, там, внутри этого всего. И вы это все чувствуете, ощущаете, на себе переживаете, и так далее. Все. Сразу в госпиталь. Этот, как его? В концлагере. Китайский. Вот. Ну, ладно, все, шучу я вам. Ну, в общем, короче говоря, да, вот, если вы хотите справляться с гаджетами, да, есть куча всяких разных инструментов, но, кроме этого, вы должны понимать, каким образом вы будете бороться с возникающим чувством тревоги, беспокойства, репрессии и так далее. И вот, что я рассказываю в своих технических книжках. Значит, есть, которые посвящены отдельным всяким, там, паническим атакам, отдельным депрессиям, отдельным еще чего-то. А вот сейчас, как по собственному желанию, она такая штука универсальная. Что я объясняю? Смотрите, любая эмоция, она создается мозгом. Так? Она не сразу возникает. Она, как бы, вот вы, например, приходите домой и видите, что ваш домочадец на вас надулся. Да? Ну, вы сначала увидели это, потом походили, там, погремели чем-нибудь. Ну, проверите, это на вас надулся или куда-нибудь еще. Вот. Ну, поняли, что на вас. Вы дальше подходите и говорите, алло, гараж. Вот, вам говорят, иди сюда. Да? И все, там тут уже пал, это все, упала планка и все, битва. Да? Это что? Постепенно нарастала. Тревога. Как у вас возникает? Вы сначала думаете, там, что-то нужно было сделать, потом, потом, там, пришли. А знаешь, там, кстати, все не так-то хорошо. Да, что там, да? И дальше у вас постепенно нарастает. Нарастает, паника, вы лежите во сне, в кровати и заснуть не можете, да? Думаете про то, про это, там, что-то так. То есть, тоже постепенно возникает. И вот человек себя доводит до состояния, когда он, мне алло и ку-ку, и говорит, доктор, помогите, чтобы уже ты своим мозгом все собрал и сам этим отравился. Ну, потому что трое. Вот. Что я предлагаю делать? Понимать механизмы, по которым ваш мозг создает негативные эмоции. То есть, он их создает. Они же возникают постепенно, да? Мы с вами про это уговорились, что они постепенно возникают. То есть, на разных этапах включаются разные механизмы. Начинает по-другому вести себя тело. Мышечное напряжение начинает определенным образом происходить. Начинает по-другому вести себя ваше внимание. Потому что, если вы человек в расслабленном состоянии, и вас интересует, что вокруг происходит, если вы в тревоге, вы смотрите внутреннее кино из ужасов, которые вы создаете, в это дело включаются вегетативные реакции. Потому что для того, чтобы любую негативную эмоцию обеспечить какими-то действиями, нужно включить увеличение качества адреналина, да, там, и так далее. Выкинуть это, соответственно, фор, чтобы увеличивать сердцебиение, фотоотделение, там, эмоциональное и прочее, и прочее. Дальше вы начинаете по-другому себя ощущать. Если вы тревожны, если вы... А, странно, моя родная. Человек в хорошем настроении. Ладно, ведь? Ну, все, лесо, в поле. В тревожный человек так себя чувствует, он чувствует себя, что мышь зажался, да, и еще куда-нибудь отползти, правильно ли? Да? Другое восприятие пространства. И вот так мысли, например. Одни мысли, вы думаете, у вас в хорошем настроении. Вы что думаете? А-ля-ля, вы думаете. А когда у вас тревога, вы что думаете? Сейчас то будет плохое, это будет плохое. Картины рисуются, ужасно снигает, и дальше вы внутри самих себя себя еще больше закручиваете. То есть существует, и где-то я отказываю маленькую, потому что в книжке «12 милам» каждая глава посвящена отдельному механизму, поэтому «12». и каждой, по-моему, по пять разных техник, которые позволяют предупреждать развитие соответствующего состояния. Вот. Поэтому, значит, что такое книга «Счастливы по собственному желанию»? Это практику. Сначала вы понимаете, какой это механизм, один из 12, который приводит вас в состояние стресса, внутреннего напряжения, тревоги, беспокойства и так далее. А дальше понимаете, какие есть средства для того, чтобы эту опору из-под вашего страха, вашего раздражения, вашего стресса вынуть. Он же на них растет. Одна опора, вторая опора, третья. И получается вантовый мост тревоги. А тут вы знаете, что это за опоры, как они работают. И вы можете, одну опору брал, вторую опору брал, третью опору брал. И там, где у других идет этот рост, который заканчивается, паническая атака, и бессонница, внутреннее напряжение, вот эта всякая суицидальщина и прочая мутья, вы просто до этого не доезжаете. Потому что мост не работает. Опоры вынуты, тревога не пошла. Вот. Это единственный способ. Потому что иначе, если вы дошли до тревоги, дальше только лекарства. Дошли до депрессии, дальше только лекарства. Уже лечить. Ну, менять, воздействовать, на химический состав. До тех пор, пока у вас она не достигла клинического уровня, ни депрессия не достигла клинического уровня, ни тревожное расстройство не достигло клинического уровня, до этого момента вы вполне можете предупреждать вот эти состояния и не доводить себя до цугунгера. Решает это все задачи? Врать не буду. Ну, не решает. Значит, первое. Нужно убрать все, что является вашей аддикцией. Компьютерная не играет Антонсия, пятое-десятое. Второе. Научиться профилактировать свое эмоциональное состояние, чтобы мосты вашей тревоги или вот этих страхов не выстраивались, понимаете, через веку вашей жизни. И третье. Почему более, что не хватит. нужно понимать, зачем вы вообще все это делаете. Вот зачем? Для счастья. Для счастья. Да, делать для счастья. Мне подсказывают. А это называется счастье по собственному желанию. Но счастья нет. Да, потому что... Что сходимся в это? На самом деле. Вот. Потому что, конечно, надо смотреть правде в глаза и понимать, что жизнь всегда будет полна стресса. Я люблю эту притчу. Говорили там, мудрец, царь какой-то призвал мудреца, чтобы тот ему, значит, что-то насоветовал, нагадал там и так далее. Вот. И он говорит, сейчас нагадаю тебе, тебе хорошее заклятие сделаю. Он говорит, что такое? Значит, сначала умрет твой отец, потом умрешь ты сам, потом умрут твои дети, потом умрут твои внуки. Ну, он сейчас охренел этот царь, говорит, я сейчас его убью себе. А он говорит, а ты что хотел, чтобы сначала я сказал, что умрут твои внуки, потом умрут твои дети, потом умрешь ты сам, а только потом умрет твой отец. Наша жизнь полна стрессов, страданий, напряжений и так далее. Никогда не нужно сбрасывать со счетов и понимать, что вызовы нам в жизнь готовят. Если вам сейчас кажется, что все хорошо, где-то будет новый. После вашей фееричной фразы, что счастья нет, аплодисменты явно пожиже, чем будет. Вы сказали, что хочешь быть счастливым, будете у вас. Правильно. Поэтому надо владеть. Дорогие друзья, я думаю, что в нем вопрос. Вопрос с вопросом, да. Ситуация очень простая. Вас огромное количество. Мы, конечно, обязательно постараемся предоставить возможность тем, кто поднимает руку и задает вопрос задать вопрос. Ну, отмечу, встречи. Большая просьба. Задавайте, пожалуйста, один вопрос. У меня три вопроса. Я забуду все равно. Все равно не оцениваете. Спасибо, вытащили меня. По одному вопросу, пожалуйста, если вы готовы, можно прямо сейчас уже начинать. Соответственно, поднимайте руку. Первый смелый молодой человек. Можно просто микрофончик передать? Дадим краткий вопрос. Когда можно у вас автограф поставить? А после этого вот традиционно все тут встают в очередь и проходят. И я тут про все работаю. Спасибо. Так, давайте вам тоже передадим микрофончик. Но это уже для этого стоит. Автографы в конце встречи. А можно своровать по ходу микрофон и сразу задать вопрос. Нет, нет, нет. Ну, значит, вы задаете мне просто на самом деле очень серьезный вопрос, который связан с тем, что является вообще предметом психиатрии. Значит, вот у нас с вами вообще все болезни делятся на две группы. Это эндогенные, то есть те болезни, психические расстройства, которые приходят изнутри из-за того, что мы имеем дефектные гены. А мы все с вами носители дефектных генов. Просто у кого-то их критическая масса, плюс действуют какие-то обстоятельства, и они побуждают возникновение соответствующих состояний, шизофрении, шизотипического расстройства, некая депрессивного психоза, циклотемии и так далее, и так далее, и так далее. Это целый спектр. У меня в троице, я подробно рассказываю, в книге трудно это рассказываю. Да, а есть, значит, спектр, это экзогенный, то есть мы, стрессовый фактор у нас действует, мы сразу не справились, ну вот, например, гибель близкого человека, ну вот раз, и ваша жизнь вдруг в один момент превращается в катастрофу, правильно? Вот, и вам сложно адаптироваться, и у вас тревога, у вас депрессия, у вас тоскра, там и так далее, и так далее, и так далее. Вот, если у вас экзогенные расстройства, то есть, которые вызваны реакцией, да, на внешние какие-то воздействия, и не связаны с генетической природой, которая обуславливает особенности вашего мозга, то это в любом случае лечится, ну, полностью, да, поэтому нужны психотерапевты, это врачи-психиатры, которые имеют соответствующую специализацию, которые могут назначить и медиагментозное лечение, и могут назначить и психотерапевтическое. Да, но когда мы говорим про экзогенные и про эндогенные, то есть генетические обусловленные, не нужно думать, что все с этими заболеваниями, они вообще неадекватные и держат их в каких-то особенных местах. Ничего подобного. Может быть, достаточно, как бы сказать, неглубокая депрессия, но такая хроническая, вот, иногда она проявляется на первых вопросах, вообще просто человек очень раздражительный. В случае для коррекции своего состояния нуждаетесь в современных психотропных препаратах, которые позволяют вот компенсировать недостатки каких-то систем мозга, которые приводят к тому, что вы, там, от чего-то, как бы, имеете вот такой фон, он может быть цикличный, да, циклотемия, например, циклично происходит. Вот, поэтому про тяжесть расстройства и лечение нельзя говорить линейно. Ну, то есть, вот, если тяжелая депрессия, то обязательно только препараты и помогут. Нет, если это реактивная, то есть, вот, как реакция на внешние обстоятельства, то и здесь может помочь психотерапия даже без интенсивного медикаментозного лечения. А может быть, небольшое какое-то расстройство, кажущееся небольшим, но оно приходит изнутри, и его надо корректировать терапией. Этой, как и фармакологической. Ответил я, да? Да, спасибо большое. Вот, спасибо большое. Подождите, пожалуйста. Мы давайте будем по очереди. Микрофончик, можно передать? Вот давайте вы, девушки, микрофончик передадим. Нет, нет. Нет, 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 вот там девушки. Немало, да. Здесь и у вас вопрос. Здравствуйте. Мне такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вы говорите зависимости от каждого? А если зависимости ребенок, 12 лет? Ну, понятно, первый пункт я им хор сделал, да? А первое, ну, как же? Это вы не обольщаетесь. Я уже в том, что у меня отручалась, вы результаты, но все-таки хочется более продолжительные результаты, да? А смогу ли я, допустим, с помощью ваших видео, как переработать информацию, даже не на логуру заставить, почитать что-то, то смогу ли переработать информацию, донести до него, не знаю, как вы говорили. Там есть упражнения достаточно простые, которые с ребенком можно выполнять. Ну, то есть это действительно будет продуктивно. Может быть, еще какие-то способы, или мы это будем выполнять? Ну, я вот сейчас как раз готовится к переизданию книжка «Счастливые ребята».